Сегодня, 20 апреля, Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Церковь вспоминает мученика Калиопия, преподобного Даниила Переяславского, преподобного Серапиона Монаха, священномученика Аркадия Добронравова, преподобномученицу Евдокию Павлову. Сегодня Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. В честь этого события день получил название Лазарева суббота. Лазарь жил с сестрами Марфой и Марией неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, он сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». В течение всей недели, предшествующей субботе, Лазарь находится в центре внимания богослужений. Мы слышим о его болезни, смерти, горе его родных и о том, как Христос все это воспринимает. В понедельник мы узнаем, сегодня Христос, ходящий по ту сторону Иордана, провидит болезнь Лазаря. Во вторник звучит «Вчера и сегодня Лазарь болен». В среду сегодня погребается умерший Лазарь и рыдают его сродники. В четверг сегодня уже два дня, как Лазарь умер. И, наконец, в пятницу завтра Христос придет воскресить из мертвых брата Марфы и Марии. Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифане. Услышав о смерти Лазаря, Иисус прослезился, говорится в Евангелии. Из Писания мы знаем о том, что Христос плакал трижды в земной жизни. Церковный мыслитель, митрополит Сурожский Антоний, поясняет, Христос тут плакал о своем друге Лазаре и в более широком смысле об этом ужасе. Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть. И вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир. Но Христос велел открыть пещеру, в которой похоронили праведника, и воззвал «Лазарь, иди вон!» Умерший воскрес и вышел из гроба. Смысл чуда, как его трактует церковь, в том, что воскрешение Лазаря было сотворено ради уверения людей во всеобщем воскресении из мертвых. Святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет. Он проповедовал христианство и был епископом на Кипре. Святой мученик Калиопий жил в III веке в области Памфилия, на территории современной Турции. Он был сыном благочестивой женщины Феоклии, жены знатного сенатора. Та долго не могла иметь детей, а вскоре после рождения Калиопия овдовела. Женщина воспитала сына в христианской вере. Когда Калиопий был уже взрослым, в империи начались гонения на христиан. Мать отправила сына в другой город в надежде, что он переждет там время преследований. Но там Калиопия пригласили принять участие в языческом празднестве. Его отказ вызвал подозрение. Юношу арестовали. Судья настаивал, чтобы Калиопий отрекся от Христа. Но тот вытерпел все пытки. Когда Феоклия получила известие о страданиях сына, она отпустила рабов на волю, раздала свое богатство нищим и поспешила к Калиопию. Она проникла к сыну в темницу и укрепляла его до конца переносить страдания за Христа. После казни юноши Феоклия воздала славу Спасителю, обняла бездыханное тело сына и тут же предала свой дух Богу. Тела святого Калиопия и его матери Феоклии погребли в одной могиле. По словам святителя Иоанна Златоуста, смерть мучеников есть утверждение христианства, разрушение смерти, доказательство воскресения, презрение к благам настоящего, руководство к мужеству, корень, источник и мать всех благ. Сегодня церковь прославляет мученика Калиопия и просит его «Моли Бога о нас». Преподобный Даниил Переяславский в миру Димитрий родился в 1460 году в Переяславле-Залесском. Еще в детстве мальчику полюбилось житие преподобного Симеона Столпника. Димитрия отдали на воспитание в Никитский монастырь игумену Ионе, и там он твердо выбрал иноческую стезю. Чтобы родители не помешали его намерению, он вместе с братом Герасимом тайно ушел в монастырь преподобного Пафнутия Боровского, где принял постриг. Через 10 лет Даниил вернулся в Переяславль в Горецкий монастырь. Вскоре на исповедь и за духовными советами к подвижнику потянулись верующие. Никто не уходил от преподобного Даниила неутешенным. По преданию, особое его попечение было тех, кто умер нищим на улице, без дома и без близких. Даниил сам погребал страдальцев и отпевал их. Авторитет его был настолько высок, что по его просьбе великий князь Василий III освобождал приговоренных к смертной казни и дважды просил его быть восприемником при крещении своих детей. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Житие преподобного Даниила Переяславского – это пример следования заповедям Христовым, главной из которых – любовь к ближним. Зная об этом даре милосердия преподобного Даниила, мы просим его, моли Бога о нас. Преподобный Серапион жил в V веке в Египте. Своё имя Синдонит он получил, потому что носил лишь синдон – саван из грубого льна. Ещё в юности он решил отказаться от стяжательства, то есть накопления земных благ. Серапион жил под открытым небом, питался милостыней. Однажды он отдал свой синдон замёрзшему нищему. Один греческий философ, желая проверить нестяжательность преподобного, вручил Серапиону золотой и стал наблюдать за ним. Праведник пошёл к торговцу, взял у него один хлеб и отдал монету, не придавая значения её стоимости. Однажды Серапион продал себя в рабство греческому актёру, которого хотел обратить ко Христу. Актёр, поражённый примером святой жизни праведника, уверовал и крестился вместе со своей семьёй. Он просил Серапиона остаться с ним уже не рабом, а наставником и другом. Серапион удалился, не взяв предложенных ему денег. В основе подвига преподобного Серапиона слова спасителя о богатстве. Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Целью преподобного Серапиона стало стяжание Духа Святого, а не вещей и богатств. Его подлинное сокровище было не на земле, а в Царстве Божием. Священно-мученик Аркадий Добронравов родился в 1868 году в Казанской губернии. Он получил духовное образование и стал священником. 35 лет отец Аркадий прослужил в храме Казанской Божьей Матери города Цивильска. Добронравова не раз награждали церковными наградами. Имел он и светские почётные знаки за участие в работе Красного Креста, преподавании в училище. Отца Аркадия арестовали в 1931 году. Показания на него дал его же собрат-священник. Он рассказал, что протеерей Добронравов выступил с проповедью на тему строк из Нагорной проповеди «Блаженные изгнанные правды ради». В этой проповеди отец Аркадий говорил про людей, безвинно страдающих по тюрьмам и ссылкам за правду и евангельскую истину. При обыске у священника нашли тексты и других проповедей, которые сочли антисоветской агитацией. Виновным он себя не признал. Протеерея Добронравова приговорили к пяти годам лагерей. Он скончался в 1933-м. К лику святых священномученик Аркадий был причислен в 2007 году. Пример священномученика Аркадия Добронравова и других новомучеников побуждает к размышлениям. А способны ли мы сегодня быть той самой евангельской солью земли? Не отрекаться от своей веры в условиях, когда в обществе доминируют совершенно иные ценности. Проповедовать Христа всей своей жизнью. Прославляя священномученика Аркадия, мы просим его. Моли Бога о нас. Преподобная мученица Евдокия Павлова родилась в 1876 году в Москве. Одиннадцатилетнюю Евдокию и ее младшую сестру Пелагию родители отдали на воспитание в Московский Страстной монастырь. Впоследствии сестры стали там послушницами и жили в монастыре вплоть до закрытия обители в 19-м году. Потом несколько сестер, в том числе и Евдокия, сняли полуподвальное помещение на Тихвинской улице и поселились там, зарабатывая на жизнь шитьем одеял. Они продолжали исполнять монастырское молитвенное правило, приглашали для служения молебнов священников. Евдокию арестовали в 1937 году. Ее обвинили в антисоветской агитации. 61-летнюю женщину приговорили к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Преподобная мученица Евдокия скончалась в 1939 году. Страстной монастырь в эти же годы снесли. Сейчас на этом месте находится памятник Пушкину и Театр России. Гонения на церковь в XX веке коснулись тысяч христиан. Среди них были не только видные священники, знаменитые проповедники и духовные авторитеты, но и простые прихожане, такие как Евдокия Павлова. Эти люди даже под страхом смерти не отреклись от православной веры. Многие из них причислены к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. И мы обращаемся к ним со словами молитвы. Молите Бога о нас. Субтитры подогнал «Симон»!